Когда одна смена заканчивается, заступает другая. Круглые сутки специалисты чистого города устраняют последствия снегопадов и метелей. Подробности расскажет моя коллега Наталья Дуркина. У истоков развития. Алексей Ляпин пришел в организацию еще семь лет назад. Занимал должность механика транспортного участка, а затем уже и главного механика. Обеспечивал бесперебойную работу коммунальной техники, которую использовали на содержании дорог и проездов. Техника, хоть и железная, она все равно ломается. В наших задачах ее быстро отремонтировать, вывести в строй. Так как у нас вся коммунальная техника в зимний период работает практически без остановки. И все работы по ремонту, по техобслуживанию, капитальный ремонт проводим в летнее время, стараемся, чтобы к зиме подготовить ее. И стараемся минимизировать поломки в зимний период. Сейчас Алексей занимает должность заместителя директора муниципального предприятия «Чистый город». Вся структура организовывалась, начиналась с 2015 года. И в таком виде, в котором сейчас, она дошла буквально в последний год. Была постоянная реорганизация, увеличение, сокращение, оптимизация штата. Техника увеличилась, докупала различные виды техники. Здание новое у нас появили. Улучшение налицо. Ежегодно обновляются комплекты спецодежды для сотрудников, а также инвентаря, инструментов и оборудования. В прошлом году для дорожных рабочих впервые было закуплено термобелье, чтобы ежедневная работа при минусовой температуре была более комфортной. Для ребят, которые работают удаленно от базы, например, микрорайоны Мирный, Новый поселок, закуплены комплекты тормозов для горячего питания, для напитков. То есть ребята во время обеда не тратят время на переезд в город, соответственно, на месте пообедали и продолжают работать дальше. Тем самым увеличиваем производительность рабочего времени. А также в прошлом году закуплено много инженерно-технического оборудования. Это дорожные рейки, нивелиры. Впервые за всю историю чистого города закуплено аккумуляторное оборудование. Это кусторезы, высоторезы, что позволит, невзирая на капризы погоды и техническую сторону, использовать данное оборудование при работах на благо города. На этом приобретение новой техники не заканчивается. Впереди у предприятия большие планы. Сейчас мы ждем поступления нового автогрейдера большого класса ДЗ-98. Он уже готов к погрузке, стоит на трале. Ну и я думаю, что в течение недели данную технику должны привезти из города Челябинска. А также сейчас прорабатывается вопрос, чтобы приобрести, ну это уже ближе, наверное, к лету, погрузчик малого класса типа АНТ, ну и, значит, автомобиль для перевозки сотрудников на базе автомобиля «Газель». С прицепом для перевозки еще, значит, вот этих мини-погрузчиков. То есть мы будем более маневренными, чтобы... Сейчас сотрудники чистого города работают 24 на 7. Выходят в три смены. В каждую из них на линии работает до 25 единиц техники. В последствии сильных метелей и снегопадов необходимо устранить, несмотря ни на что. Очень трудно представить, я думаю, так же, как каждый горожанин скажет, как бы мы жили, если бы не было чистого города. И отдельно, если бы они не работали так, как работают сейчас, без всякого преувеличения, их точно можно назвать силами специальных коммунальных операций. Потому что они находятся действительно на передовой. В них летят заряды снега и дождя, и пули снега, и того же дождя, и иногда еще и стрелы критики. И хочется сказать, что они очень профессионально и достойно справляются со своей работой. С нашей стороны создать те условия, чтобы люди именно чувствовали себя членами единой команды, единой команды горожан, и выполняли ту работу, которую они делают с талантом и самодачей. Самое молодое муниципальное предприятие отмечает 24 января свой день рождения – 8 лет. Поздравить коллектив с праздником и вручить награды пришел мэр города Наринмара Олег Белак. Многие из тех вещей, которые они выполняют, они действительно уникальны на территории России. Это самая большая рукотворная горка, которую видели, как она оформили. И это оценивает не только горожанами, но и те, кто сюда приезжали. Та же самая рождественская, крещенская купель. Я не знаю таких примеров, но ведь это делает тоже наш чистый город. Устанавливает балок и подводит освещение, и врезает купель, и убирает, и дежурит. То есть это целый комплекс мероприятий, который делает одно учреждение. От кладки дорог до строительства мостовых, до подрезки деревьев. То есть это можно перечислять абсолютно универсальные бойцы, которые справляются с любой работой. Это и мужчины, и женщины. Это и молодые, и более зрелые. Но самое главное, что каждый из них является настоящим горожанин, который любит Наринбар. Телеканал «Север» присоединяется к словам благодарности в адрес коллектива «Чистого города» и поздравляет предприятие с днем рождения.